Доброе утро, дорогие друзья! Четверг. Незаметно-незаметно к нам подкрадывается холода. Ну, в Центральной России, естественно, как всегда, в Москве похолодало. У нас через два дня мороза нет. Пока не намечается, но... Плюс два. Плюс два. Вот сейчас Саша выходил. Это сейчас, грубо говоря, семь часов. Часы спешат у нас. Семь часов утра. Но днём обещают вроде как плюс восемь. Посмотрим. Сегодня у нас быстрозавтрак. Это называется быстрозавтрак от лету с сюрпризом. Я уверена, что многие уже эти сюрпризы знают. Всякие разные сюрпризы. Котлеты куриные. Значит, что мне надо для этого? Ананас. Теперь я натерла на мелкой терочке морковку и порезала укроп. Панировочные сухари, яйцо, сыр, собственно, куриный фарш и мука. В этот фарш можно добавить какие угодно овощи. И кабачки я добавляла, и вот. Ну и сегодня морковки захотелось. У нас сегодня пасмурно, солнышко хочется. Ну что же, вот этот у меня фарш. Фарш я его ещё, честно говоря, накрутила вечером, потому что вчера фаршировала перец. Ну и думаю, уже и куриный фарш заодно сделаю. Потому что у нас с водой напряжёнка, лишний раз мыть получается проблематично. Поэтому сейчас всё делается быстро, в один присест, чтобы всё помыть, потому что дают воду по 4 часа в день. Значит, смешиваю. Ещё раз напоминаю, морковка, укроп, фарш у меня уже лук и, естественно, чеснок. Курица очень любит чеснок. Перемешиваю, добавляю сюда же яйцо. Всё тщательно. Естественно, соль, перец. Цены у нас на прежнем уровне, пока не поднимаются, если кто что говорит вам, нет. Но мероприятия новогодние все отменили. Ну, по возможности. Я не думаю, что прямо уж так вот будет. Строго, строго, строго. Кто у меня дома проверит, если человек ко мне в гости пришли или 15? Вот кто? Никак. Не получится. Так, всё это тщательно перемешиваем. Сюда же я добавляю сухари. Можно добавить сюда, естественно, булочку, белую, батон, там, замоченный в молоке. Но дело в том, что получается слишком жидкий фарш и с ним сложно работать. Ну и потом... В общем, короче говоря, вот тут у меня 2 столовые ложки, но без горки. Сухарей. Сейчас я буду просто смотреть по консистенции, как получится. Да, можно высыпать полный 2. Так. О, нормалёк получается. Я уже говорила, что очень хорошо обжаривать вот все эти вещи. Там и рыбы, и котлеты в крахмале. Но я буду жарить сегодня в муке. Всё потому, что крахмал у меня далеко. Давно я его не брала. Поэтому будет у меня мука. В панировочных фахарях я не люблю обжаривать, потому что, я уже говорила, они много впитывают очень жира в себя. Хоть потом и лежит она... Эти котлеты, изделия лежат и на салфетках, всё равно. Так, в принципе, вот и всё. Сейчас я леплю котлеты. Дочечку смазала подсолнечным маслом, чтобы они липли. Так, ну что, пробуем, ребята. Ну вот, сыр и ананас. Сверху и так вот накрою. Всё-таки липнет. Вот так накрою. И теперь буду формировать, собственно, котлетку. Так, всё-таки вот таким манером, старым добрым способом делать лучше. Значит, фарш обваливаем в муке. Делаем из него лепёшку. Потому что Саша сказал, что это сильно большая. Получается. Вот делаем лепёшечку. На лепёшечку укладываем сырок и ананасики. Так, ну и залепливаем, делаем миниатюрную. Ещё раз прокатаем на муке. И хорошенечко-хорошенечко залепливаем. Чтобы нигде дырочек не было, чтобы сыр не вытек. Так, ну а это будет Лёше, Катерине. Всё, собственно говоря. Сейчас ставлю сковородку разогревать. Значит, если у меня сковородка нагревается, сейчас просто она должна накалиться хорошо. Я положу, чтобы сразу корочка схватилась, а потом поменьше огонь делаю. Жаримся, шкворчим. Делаю меньший огонь. Накрываю крышкой. Пусть готовится. Ребята, да, всем привет. Такие очень необычные котлеты. Ну, с сыром-то ладно, вот с ананасами это уже что-то интересное. Я в Инстаграме выкинул фотографию и написал, типа, приближение грозы. И там такой восхищенный был вопрос. В ноябре гроза и вопросительный знак. Да, в Крыму частенько в ноябре бывают грозы ещё. Да, и в декабре бывают. Я понимаю, что зимой гроза, это как бы, ну, туда-сюда. Но у нас это бывает. Тут дожди с грозами. Я не скажу, что прям часто, но это бывает. Поэтому такое удивление было. Думаю, что такое удивляется. Потом подумал, думаю, ну да, ведь здесь уже холодно. И как бы, какая гроза. Оно на самом деле бывает. Вот такие, видите, красивенькие. Я хочу, чтобы сыр расплавился, поэтому надо, наверное, ещё меньше сделать, потому что боюсь, что он будет или расплавиться. И я не знаю, и, честно говоря, чисто с сыром делала. А вот ананасы, они могут, кстати, придерживать вот это плавление. Делаю чуть поменьше ещё. Вот так. Очень хочется, чтобы сыр расплавился. Разрезать он, как некогда вертусал, поликушин. Именно они. Ха-ха-ха-ха. Хочу сказать, какая это классная штука, удобная вот этот вот таганок газовая. Не так, там порта, как правильно назвать, не знаю. Очень удобная. Туриста, турист-мастер. Везде, как дома. Точно. Вообще. И калорийность у него такая, что мама не грядет. Нет, я когда первый раз включила, ну, думаешь, когда на плите, ну, такой же. Включила, наоборот, я небольшой пришла. Здесь, по-моему, дыма. Масло уже горит. Проверяла. Ну, кто не работает, нет. Кто ничего не делает, тот не ошибается. Ну, так вот. Ну, что, всё? Хватит? Мы одну сейчас попробуем. Нет? Тогда, значит, будем дожаривать. Ну, жарится она, сколько, 5 минут уже? Меньше, по-моему, минут 5. Сейчас. Меньше. Сейчас. Вот такая вот получилась еда. А я еще вон побросала наш, как его даже не знаю, назвать, несчастный лук. Видите, такие вот червячки лежат. Нет, он почему-то весь такой. Но я знаю почему, я его неправильно посадила. Ничего, следующий пакет будет нормальный. В общем, очень быстро, я вам хочу сказать, готовится все. Это вермишель вчерашняя, я так из нее, видите, гнездо сделала, внутрь положила. Саша сейчас будет пробовать. А я вам всем желаю крепкого здоровья, не болеть, несмотря ни на что, чтобы все было у всех хорошо. Настроение, чтобы было нормальное, чтобы солнышко больше было, витамин D вырабатывался, чтобы бороться со всеми заразными болячками. Хороших друзей, встречу успехов на работе и, конечно же, всем приятного аппетита и до встречи. Так, ну что, ребятки, давайте попробуем, что там у нас внутри сначала посмотрим. Сыр растаял, вроде бы. Вроде бы, сейчас. Ага, его и не видно. Ну, потому что он растаял, он практически растаял и впитался в фарш, поэтому он и не тянется. Так, ну, главное ж нет, а главное у нас что? Вкусовые ощущения. Давайте пробовать. Морковка, ананас, сыр и мясо. Это очень интересно. Тут, мне кажется, главное угадать с солью. Потому что нежные эти все дела. Ну, это вкусно. Это очень вкусно. Это, ребят... Там и соль, и привкус ананасика. Ну, вот эта сладость ананасовая. И все как бы... Вот Алексею точно надо будет досаливать. А мне... Прям то, что надо. Ну, естественно, все по вкусу досаливают. Я... Ну вот, смотрите, полный рот слюнею. Первый раз у меня в жизни тоже полный рот, как Саша говорит. Все время. Отличная такая слюкальная. Рекомендую. Это может быть не самый быстрый завтрак, но... Один из самых вкусных, ребят. Так он быстрый, что ж тут? Если тем более все заранее... Вот этот фарш готов. Если есть фарш... Ну, так... Вкуснятина. Я же говорю, ананасы придут вот этот... Чуть-чуть сладенький привкус. Обалденно, ребят. Я всем рекомендую. Я сейчас буду быстренько все доедать. В инстаграм выкладываю. Кто не подписан, подписывайтесь на инстаграм. Там картинки раньше выходят. Будете в курсе, что происходит вообще. В общем, буду доедать. Это еще не конец. Как обычно, дождемся Алексея. Он выскажет свое фи. Немножко погоды вам покажу. Ну, в принципе, какой погоды. Такой. И, в принципе, будем заканчивать. Но пока ждем Алексея. Все, друзья, я доедаю. Вот такая вот погода, ребят. Плюс три. И погода дрянь. Пока дождик не идет, но, думаю, будет сегодня. Или дождь, или может уже даже снег. Поэтому, как-то вот так. Продолжаем ждать Алексея. Всем доброе утро. Сегодня у нас, я так понимаю, на быстрозавтраке блюдо-гнездо. Да. В котором сидит котлета. Бедная птичка. Что с ней сделали? А, это типа за господи? Нет, не под Киев, не под Лету, по-киевски. Под Лету? Под Лету. Как Лето. Горячая. Очень горячая. Доброе утро. Да, я еще сплю. Потому что выходной. Вот, встала попробовать. У меня когда-то уже остыло. Саша. Я на то ли сплю. Вкусно-то выглядит. Вкусно-вкусно. Интересненько. Очень интересненько. Там есть ананасы и сыр внутри котлеты. Вот. Так. Пробую теперь холодное, как положено. Ммм. Это совсем другой вкус. Но мне как всегда не хватает соли. Вот. И немножечко перца. Для остроты. Ну, а так это очень вкусно. Макароны я пробовать не буду. Болгарский перец. И помидоры. И все и так прекрасно знают их вкус. Так что, ребята. Все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что были с нами. Обязательно попробуйте. Очень интересная котлета. Я же говорю, напоминает мне котлету по-киевски. Только вместо масла туда вкусняшек понапихали. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok